здравствуйте конечно проходите присаживайтесь располагайтесь подскажите мне пожалуйста вашу фамилию сейчас найдем вашу карточку последний раз когда были у трихолога хорошо сейчас тогда все найдем где-то ближе уже к концу я думаю так не помните фамилию трихолога у которого были хорошо хорошо так нашла были значит в мае в мае хорошо сейчас посмотрим что у нас тут вижу что жаловались немножечко на сухость кожи значит какое-то время все было хорошо и потом снова да вас это начало беспокоить да да вижу тут записи записи все вижу все вижу хорошо ну что ж будем разбираться сейчас я надену перчатки чтобы все у нас было стерильно хорошо сейчас я буду смотреть кожу вашей головы и состояние ваших волос помогать мне в этом будет официальный крепежок вы не переживайте не беспокойтесь обязательно все обрабатываем после каждого пациента то есть все у нас очень чистенькое все аккуратно так давайте начнем тут сверху немножечко голову наклоняем вперед посмотрите что тут сейчасartet посмотрим что тут у нас в каком состоянии да посмотрим что тут у нас в каком состоянии да Так, еще немного голову опустите. Так, вот здесь мне хочется прям лупу, лупу еще использовать. Где, где, хорошо. Так, ну, тут зона такая достаточно здоровая. Все хорошо. Так, состояние волос, надеюсь, я вижу, что тоже достаточно, достаточно хорошая, да? Так, с этой стороны тоже, сейчас буду ближе к височкам уже смотреть. Так, вот, давайте, немножечко волосы перекинем, да, чтобы шарим. Так, вот сюда. Так, давайте немножечко вот тут вот так, чуть-чуть. Так, сейчас вот этим кончиком немножечко вам поторможу ваши височки. Посмотрим, насколько сильно будет у вас отшелушиваться кожа, а может быть вообще не будет. Так, давайте. Так, начнем с этой стороны. Так, вот я. Немножечко, немножечко. Тут есть такие легкие шелушения. Немножко надо будет потом обработать специальным средством. Так, давайте с этой стороны. Так, тоже, да. Та же история. Та же история легкие шелушения. Немножечко, ну, сверху все хорошо, да. Здесь вот тенденция такая, что височки кожу надо будет увлажнить. Так, давайте так уберем. Хорошо. Сейчас будет просьба развернуться ко мне спиной. Будем смотреть макушку вашу и ваш затылок. Давайте разворачивайтесь. Да-да-да, вот так. Так, ну что, давайте начнем с макушки. Я буду прям перебирать. Так, пальцами. Так, ну что-то. Так, ну что-то такое. Так, ну что-то такое. Мне кажется, что у вас вот шелушения тут даже немножечко побольше стали, чем там было написано по карточке. Так. Тут на макушке вот особенно. Прям вот где? Прям где сверху так? Ну-ка. То есть тут я так сейчас вам приподниму чуть-чуть волосы. Так. Ну да, на макушке тоже, как и на висках у нас получается, что абсолютно та же история. Так что комплекс уход у нас, уходовый будет одинаковый. Так. Так. Давайте еще. Затылок. Затылок посмотрим. Тоже так с реческой. Так, поперебираем-то все, аккуратненько поперебираем. Так. Так. Вы вообще как часто посещаете тревога? Да, ну вот вам стоит почаще это делать. Немножечко почаще. Тожеille. Вот тут. Тоже так. Да, кстати, удивительно здесь кожа на затылке-то достаточно неплохая, неплохая. Так, вот тут вот ещё. Ну-ка. Чуть-чуть поближе, надо бы мне сейчас это всё с фонариком посмотреть, чтобы точно убедиться уже, что здесь всё окей. Пока не разворачиваемся, пока стоим, да, спиной. Так, чуть-чуть головушку вперёд к груди наклоняем. Так, да-да-да, вот тут. Здесь у нас всё хорошо. Давайте вот тут, с этой стороны. С этой вот. Так, давайте тут. Так, хорошо. В принципе, всё хорошо. Так, давайте разворачивайтесь. Хочу ещё... А, так. Хочу ещё у вас посмотреть всё-таки вот эту зону с фонариком и височки. Немножко меня беспокоят. Так, ну хотя бы тут я волосы... Так, уберу пока вот сюда. Так вот, перебираю тщательно. Ну да. Ну да, всё понятно. Всё понятно. Хорошо. Сейчас я буду смотреть зону ваших висков ещё раз. Уже с троекратным увеличением. Да, с помощью вот такой вот штуки. Чтоб мы выяснили, что там у вас ничего такого страшного нет. Так, чуть-чуть головушку вот сюда. Да. Так, немножко подсветить надо. Немножко. Так. Вот сюда вот так вот. Сандаша, знаете, да. Ах. Можете глазки, да, прикрыть? Прикрыть, прикрыть. Так. Ой, вот тут теперь я вижу уже более близко шелушение. Да. С этим будем работать. С этим будем работать. Давайте с этой стороны. Так, да. Ну абсолютно всё тоже самое. В принципе. Потом ещё расскажете мне ваше питание. Как вы питаетесь. Чем. Какой ведёте образ жизни, да, вредные привычки. Какой уход у вас за волосами. Вот это вот всё мне расскажете. Да-да-да. Ну понятно. Всё понятно. Значит, смотрите. Сейчас я вам немножко поскрабирую кожу вашей головы. Да, поскрабирую. А у меня есть такой скраб, который волосы не пачкает. Он очень деликатно работает. И потом расчёсочкой его можно вычесывать. Там сделаем такую уходовую процедуру. Такая вот у него консистенция. Очень нежная. Очень-очень нежная. Очень-очень нежная вот так вот. Палочка деревянная. Сейчас я вам везде нанесу. Так, давайте вот сюда сначала. По пробору, да? Вот сюда вот по пробору сейчас нанесём. Так, чтобы волосы не запачкать, я их отодвину. Так, хорошо. Давайте теперь вот сюда. На височки тоже нанесём. Так. Голову наклоните, пожалуйста. Так вот сюда. А сзади тоже на макушку. На затылок. Там всё. Хорошо. Ну что, давайте сейчас за скрабом я вам кожу промассирую хорошенечко, да? Можете глазки прикрыть. Расслабиться. Это такой достаточно приятный процесс. Так вот я буду мягко-мягко втирать состав в кожу головы. Вот так. Вот так. Вот так. А я буду мягко-мягко закрабывать. Да. У нас есть. Несколько. И я, наверное, я не закрабляю. Я не закраблю. Я не закраблю. Я не закраблю. Да, как такой массаж головного. Хорошо. Хорошо. Сейчас буквально несколько секунд вот этот скраб, он немножко так подействует. И я вам сделаю вот таким вот массажером. Легкий, расслабляющий массаж головы, да. Легкий массаж головы. И после этого немножко поухаживаю за вашими волосами, нанесу на них масло питательное, увлажняющее вашим волосам. Это необходимо. Немножко даже на корни и на кожу головы нанесем. Особенно на висках, на затылке, да. На вот эти вот зоны. Сейчас пока буду делать вам массаж. Вы мне немножко расскажите про свой уход, да. Каким образом вы ухаживаете за кожей вашей головы. И про своё питание тоже поведайте. Всё. Ага, давайте. Вот этот шампунь достаточно хороший, да. А бальзам какой? Вот бальзам вам я выпишу. Другой. Скажу какой. Какой лучше. Так. Я ещё выпишу вам шампунь. Там один будет. Использовать пару раз в неделю. Лечебный. То есть продолжать пользоваться своим шампунем. И вот два раза использовать лечебный шампунь. Так. Так. Немного рукой тоже помассирую вам голову. Очень-очень приятно, да. Такое расслабление. Так. Какое у вас питание? Так. Голову. Так. Так вот. Значит, давайте сзади вот так вот. Питание немножко надо подкорректировать. Я вам выдам диету. Так. Так. Сейчас давайте сзади вот так. Так. Так вот. Хорошо И давайте в завершении вам на волосы нанесу маслечка Масло наносится не только на кончики, оно прямо от корней у нас идет Потому что это лечебная лапа Каждую волосинку Масло наносится И поэтому, если вы учитесь на волосы, а на волосы Масло наносится Масло наносится Это лечебная лапа Сейчас я вам выпишу рецепт на лечебный шампунь. Какой бальзам лучше использовать. И дам диету лечебную. Такой вот будет шампунь у нас. И бальзам. Так, все. Поставлю подписи. Сейчас еще печатим. Держите ваш рецепт. Ваша лечебная диета. Пожалуйста. Будет просьба, конечно, следовать всем рекомендациям. То есть вот это питание, правильное питание, лечебная диета. Бальзам, шампунь. И все будет прекрасно. Но все-таки я буду вас ждать через какое-то время. Где-нибудь, давайте, месяца через три на профилактический осмотр. Посмотрим, вообще, насколько вам помогает, да, этот шампунь. И вообще, лечение, которое мы вам подобрали. Все. Не буду вас задерживать. Всего доброго. Будьте здоровы.